Артём Тюрин Привет Расскажи, с чего стоит начинать шахматную партию? Вообще партия делится на три части Дебют, Метеншпиль и Эншпиль А попроще? Начало, середина и конец Расскажи про дебют В дебюте самое важное – это начать захватывать центр Это можно сделать двумя ходами Либо Е2-Е4, либо Д2-Д4 Чёрные должны действовать по аналогии Допустим, сыграть Д7-Д5 Подожди, а почему они должны действовать по аналогии? Это же просто копирование ходов Потому что иначе, в случае, если, например, они пойдут Д7-Д6 Белые снова смогут захватить центральные поля Сыграв Е2-Е4 Поэтому чёрные практически обязаны забрать центральное поле Теперь белые не смогут пойти Е2-Е4 Начинать нужно именно с пешек? Или, например, я могу пойти к конём? В данном случае это не имеет значения Например, мы можем начать партию С хода королевского коня Сыграв коня в 3 И, например, на Д7-Д5 пойти Д4 В любом случае, в первые два хода мы должны сыграть Либо Е4, либо Д4 Чёрные практически обязательно должны действовать по аналогии Когда мы понимаем, что дебют закончен? Дебют закончен, когда все фигуры развиты И сделана рокировка Ну, допустим, холь выведен на С3 Белые там захватили центр Чёрные тоже, конечно, будут захватывать центр Но, условно говоря, когда белые все фигуры расставили на оптимальные позиции Можно считать, что дебют закончен Дебют закончен, далее у нас что? Далее у нас метеншпиль Середина игры Когда все фигуры выведены Мы уже можем переходить к каким-то конкретным действиям Либо продолжать плавно усиливать свои фигуры Ну, например, можно захватить немножко пространства на ферзевом фланге Отвести слона от возможных нападений В метеншпиле в основном белые должны улучшать свои фигуры И искать какую-то возможность для конкретных действий Метеншпиль заканчивается в момент, когда начинаются размены Например, когда ферзи будут разменены Ну и, допустим, снимем по две пары слонов Разменены, то есть убиты? Да Вот это уже эншпиль, финальная часть партии Теперь расскажи поподробнее про решающую часть игры, про эншпиль В эншпиле самое важное – это материальный перевес Допустим, в данной позиции пешек поровну Ну, черные тоже, понятно, закончили развитие Но вот если, например, снять одну пешку То в данной ситуации мы можем сказать, что у белых большой перевес За счет чего? В будущем они смогут организовать проходную по линии Ну, допустим, ладьи будут разменены И у белых есть возможность организовать проходную по линии ажу Дальше следующий важный принцип – это короля нужно подтягивать в центр Подожди, а зачем подтягивать короля в центр? Там же больше опасности Если в эншпиле при ферзях король в центре чувствует себя неуютно Он рискует получить мат То в данном случае, когда мы разменяли по ферзю и по одной ладье Королю ничего не угрожают Ну, от каких-то шахов коней, допустим, вот здесь на С4 Ну, мы можем защититься просто ходом Б3 И король в эншпиле становится важной боевой единицей Которая идет вперед и ничего не боится Спасибо, Артем Пожалуйста Теперь мы узнали важную стратегию игры и точно обыграем всех новичков Вы, наверное, часто слышали фразу «Думай быстрее, не в шахматы играешь» А, оказывается, в шахматы можно играть и быстро А о том, как, нам расскажет абсолютная чемпионка Волгоградской области по шахматам Глафира Кулиш Здравствуй Здравствуйте Есть четыре вида игры в шахматах Есть Блиц Это быстрая игра, то есть, когда у соперников есть до 10 лет 10 минут времени Это 10 минут на всю партию или на один ход? Нет, на всю партию Какие еще есть виды? Есть быстрые шахматы Это когда у каждого из соперников от 10 до 60 минут времени на всю партию Также есть классические шахматы Это когда у каждого из соперников от 60 минут времени От 60 минут времени От 60 до скольки? Не ограничено То есть может быть и 1 час 45 минут, и 1 час полтора часа. А мы можем два дня играть? Нет, до двух часов. Понятно, что для контроля времени используют часы, но как они устроены и как их использовать? До середины 80-х годов использовали механические часы, такие как эти. Вот так вот переключается ход. Вот здесь вот секундная стрелка, минутная, а также часовая. Но в настоящее время используются далеко не такие. И мы часто их видели на соревнованиях. Да, используются другие часы. Это электронные, последняя модель. Внизу есть кнопочка, по которой они включаются. Настраивать можно режимы. То есть сейчас у нас поставлен блиц. Можно переключить на быстрые, а также классические. Вот так они включаются. И у меня пошло время. Плюс электронных часов, в отличие от механических, в том, что в электронных часах можно добавлять время, а на механических нет. То есть я переключаю ход, теперь ход черных. И по истечению какого-либо времени добавляется в данном режиме 2 секунды. А в каких случаях добавляется время? После каждого хода. Ты занималась шахматами 8 лет. Ты абсолютная чемпионка по всем 4 шахматным дисциплинам. Расскажи, дай совет, как можно не переживать во время шахматного турнира. Здесь действительно очень много тратится нервов и сил. И справляться с этим мне помогает, например, прогулка по залу и переключение внимания с шахматной доски на что-то другое. Ну, такое использовать можно только в классическом виде шахматы. Да, в быстрых шахматах и блице у тебя и так мало времени, поэтому особо переключаться и не надо. Я сегодня так много узнала про шахматы, давай поиграем. Да, давай. Но прежде чем мы начнем, дорогие телезрители, я бы хотела вам сказать, что наша передача подошла к концу. Не пропускайте следующие эфиры и продолжайте вместе с нами обладевать искусством игры в шахматы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok